МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Программа «Местное время» начинает работу в эфире. Сегодня мы подготовили для вас специальный выпуск новостей, посвященный празднованию 65-летия Ангарска. В программе вы увидите... МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИВАТ, Ангарск. Карнавал к юбилею города объединил тысячи работников образования, культуры, промышленности, которые, слившись в единый поток, яркими цветами раскрасили улицы города. ПЕСНЯ МОЯ РЕКА КРУЖАТСЯ БЕРЕГАМ ПЕСНЯ МОЯ РЕКА КРУЖАТСЯ БЕРЕГАМ Ангарск – город богат и талантами. Специально к юбилею своей малой родины ангарские барды исполнили свои лучшие композиции. ПЕСНЯ МОЯ РЕКА Сейчас мы находимся в юго-западной части Ангарска, где также с размахом празднуется юбилей. Танцевальные и вокальные коллективы Дворца культуры современник совместно с модельерами подготовили показ мод под названием «Ангарский каприз». Артисты сумели воплотить в своих образах самые смелые дизайнерские решения. Завершающий и самый динамичный аккорд выступления звучит здесь, на стадионе «Ангара». Поздравить «Ангарский юбилей» достал черед столичных звезд, танцоров и певцов. С днем рождения, любимый город! Череда юбилейных мероприятий открылась в Ангарске еще за неделю до праздника. Финальным аккордом стал большой торжественный вечер во Дворце культуры нефтехимик, где собрались первые лица города и области, первостроители и почетные граждане Ангарска. На большой торжественный вечер, посвященный 65-летию города, съехались представители политической элиты со всех уголков области. Глава региона, мэры Иркутска, Черемхова, Братска. Выходя на сцену, каждый из них признался, что в его жизни была своя ангарская история. Многим из них довелось здесь учиться, а кто-то считает этот город по-настоящему родным. Сибиряки вообще умели и умеют строить, воздвигать крупные города, объекты. Но то, что сделано у нас здесь в городе, этим можно гордиться и восхищаться любому человеку. И строительству с высокой, большой буквы, и нефтехимику, и представителю любой другой профессии. Благодарственные письма мэра и почетные грамоты главы региона за свой добросовестный труд получили ангарские учителя, медики, строители. Людям, которые всю свою жизнь посвятили развитию и становлению Ангарска, говорили спасибо первые лица города и области. Ангарчане, мы любим Ангарска, потому что многие из нас приезжают сюда как в иную цивилизацию. Мы многому у вас учились, мы многому у вас научились. А сегодня у нас даже немножко схожая судьба. Мы с вами самые креативные территории на политическом поле Иркутской области. Губернатора Черенковца меняет губернатора ангарчана. Я думаю, что так будет всегда. Вечер продолжился выступлением творческих коллективов Дворца культуры «Нефтехимик», которые подготовили яркую юбилейную программу. Наталья Зарубина, Владимир Селиванов, «Местное время». Отмечать начали в пятницу. Праздничное настроение за день до события жителям Ангарска обеспечил Дворец культуры «Современник». Несмотря на холодную погоду, артисты выступали с полной отдачей. На более чем двухчасовом концерте присутствовала и наша съемочная группа. От юбилея победы к юбилею города своих зрителей «Современник» встречает театрализованным представлением с песнями, танцами, стихами и миниатюрами. Страна еще не успела отпраздновать победу, как 15 мая 1945 года на станцию Китай прибыл первый эшелон с оборудованием для нефтехимического комбината. И уже 15 октября на китайской площадке высадился первый десант строителей 15 человек. На глазах у зрителей, которых не испугал ни ветер, ни дождь, артисты рассказывают славную историю нашего города. От основания Ангарска до недавнего объединения всех территорий. Вспоминают тех, без кого на карте Ангарска не было бы. Артисты Мариинского и Московского камерного музыкального театра в почти час радовали ангарских любителей вокального искусства. Их выступление тоже подарок к юбилею. С праздником! Всем счастья, благополучия, любви! Счастья, Ангарск! Мы любим тебя! Пластерное шоу, тематический видеоряд прямо на фасаде современника. Два с половиной часа пролетели незаметно. Завершился концерт праздничным салютом. Мой молодой Ангарс, нет в мире краше города этого. С яркого карнавального шествия началось празднование юбилея Ангарска в субботу, 28 мая. Впервые за всю историю города участников действия было в несколько раз больше, чем зрителей. Наши корреспонденты убедились в этом. Открыл самый долгожданный в этом году городской праздник батюшка-карнавал, который легким движением руки отрезал галстук у мэра городского округа, тем самым взяв бразды правления в свои руки. Ко дню рождения города подготовились не только организаторы и участники карнавала, но и сами зрители, которые с раннего утра начали занимать на улицах самые выгодные позиции. Снег сошел, трава видно, радость цветенью. В это время у Ангарска праздник, день рождения. Возглавил карнавальную колонну церемониальный отряд барабанщи Свиват Ангарск. 30 девушек, которые прошли жесткий отбор жюри, синхронно отбивая ритм, придавали празднику еще большую торжественность. Скоморохи, клоуны, экзотические животные и восточные красавицы. Фантазии участников карнавала, казалось, нет предела. Это костюмы 19 века. Спектакль, к сожалению, уже давно не ставится. Но решили освежить память, так сказать, об этом спектакле. И вот выйти в этих костюмах. После почти трехчасового шествия по улицам, карнавал торжественно ступил на главную площадь Ангарска. На концерте перед Дворцом культуры «Нефтехимик» высокое жюри озвучило победителей. Лучшее музыкальное оформление, лучшая команда гостей, самое оригинальное транспортное средство, самая эффектная колонна. Каждому судьи воздали по заслугам. Сегодня мы показали, что умеем не только работать, но и отдыхать. Мы сами не ожидали такой конкуренции, карнавальной, очень сложно принимать решения по итогам. Но это не самое главное. Главное, что мы сегодня с вами собрались, что мы отмечаем юбилей замечательного нашего города. Всех с днем рождения, с юбилеем города. Поздравляю здоровья, счастья, успехов. Мы любим наш Ангарск. С праздников! О главной трофее, переходящей кубок карнавала, жюри единогласно присудила команде управления образования. Ангарские педагоги прошествовали по улицам города в образе леди совершенства Мэри Поппинс. Наталья Зарубина, Евгения Ширникова, Алексей Кусюмов, Дмитрий Новопашин. Местное время. Большим праздничным концертом на главной площади продолжился юбилей Ангарска. Отличное настроение зрителям дарили лучшие творческие коллективы. Своё мастерство впервые на суд зрителя продемонстрировал церемониальный отряд барабанщиц. Подробности далее в сюжете. Ярко, феерично, торжественно и необычно. На праздничный концерт, посвященный юбилею Ангарска, воодушевленные карнавалом горожане шли целыми семьями. Свои лучшие номера представили и дворцы культуры, и общественные организации. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Оды малой родине воздали и депутаты окружной думы. Ещё не выйдя из карнавальных образов, обычно строгие и серьёзные люди здесь шутили, смеялись и осыпали зрителей разноцветным конфетти. Над Сибирью, над всей Россией звучит радостный перезвон. Светлый город, большой и сильный, юбилей, отмечает он. С лиц ангарчан не сходили улыбки. Одни подпевали, другие пританцовывали. Праздник получился поистине всенародным. Хочу, чтобы всегда вот так народ радовался у нас, веселился. У нас вообще люди добродушные, добрые. Вы заметили это? У нас самый красивый город, самые добрые люди. Классические песни и народные, бальные танцы и марш-барабанщиц. Программа концерта была яркой и разнообразной. И каждый участник старался выразить в своём выступлении любовь к родному городу. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Собственные портреты и книга в подарок. В парке ДК «Нефтехимик» Ангарчан ждала насыщенная праздничная программа, полная сюрпризов и приятных неожиданностей. В то время, когда карнавальные колонны поражали своей пестротой зрителей на городских улицах, в парке «Задыка-Нефтехимик» развернулся литературный бульвар. Сотрудники Центральной библиотечной системы Ангарска преподносили гостям и жителям города-юбиляра в подарок книги. Абсолютно бесплатно, но, как правило, из года в год наибольшей, скажем так, популярностью пользуются книги детские, классика, ну и такое лёгкое чтение. А улицу Глинки с самого утра заполнили представители Ангарского Арбата, мастера декоративно-прикладного творчества, художники, камнерезы, всего более двухсот участников. Шелихов, Черемхова, Иркутск, Нижнеудинск. География самой масштабной в городе ярмарки охватила всю Иркутскую область. Мы занимаемся керамикой, гончарное мастерство у нас есть, свистульки также и вообще, в принципе, любые вещи, всё, что можно придумать из керамики. Пришли, узнали, что день города в Ангарске и решили поучаствовать. Здесь же можно было сфотографироваться с понравившимися работами или заказать уличному художнику портрет, чтобы память о юбилее города хранилась как можно дольше. Наталья Зарубина, Алексей Кусюмов. Местное время. Немало зрителей собрал и фестиваль бардовской песни, который проходил в парке ДК «Нефтехимик» в субботу 28 мая. Среди слушателей были уже знакомые с творчеством ангарских бардов люди. Большой интерес проявили и случайные прохожие. Исполнителям авторских песен громко не аплодируют и редко подпевают. Ведь для того, чтобы понять смысл композиции, нужно внимательно слушать, не отвлекаясь на посторонние звуки. Возможно, потому фестиваль и был организован в тихом укромном уголке парка за Дворцом культуры «Нефтехимик». Я вообще люблю поэзию, люблю бардов. Я сама по профессии геолог. Но я уже пенсионерка, мне 70 лет. Но поэзию очень люблю, люблю песни бардов. Хотя первый раз, первый раз, первый раз слышу. Большинство бардов не выступают на большой сцене. Песни исполняют в узком кругу друзей и знакомых. Я не профессиональный поэз. Поэтому, получается, я долго шлифую. То есть, если исполняю, исполняю, что-то не понравилось, я переделаю, переделаю, пока не добиться концентрации такой уже. Мыслей концентрации. Для многих ангарчан в этот день было открытием, сколько ярких и талантливых людей живут в одном с ними городе. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время. В три часа дня празднование юбилея Ангарска развернулось на площадке у Музея Победы. В исторических постановках свои таланты демонстрировали участники творческих коллективов ДК «Энергетик» и городских школ искусств. Кусочек тайги, объятый двумя сибирскими реками, бегущая по волнам золотая ангара. Музыкальный номер об истории Ангарска, открывший праздник у Музея Победы, сорвал самые громкие овации зрителей. Ведь в первых рядах здесь сидели первостроители, чьими силами возводился молодой перспективный город. Программа мероприятия, подготовленная режиссерами ДК «Энергетик», была рассчитана на гостей самого разного возраста. Мы подготовили игровую программу. Ребятишки могут порисовать мелками конкурс рисунков на асфальте. Викторина об Ангарске. Мы заполняем символическое генеалогическое древо Ангарска. Каждый ангарчанин может прийти и оставить свой след и за это получить маленький подарок. Творческие коллективы ДК «Энергетик», школы искусств города сегодня тоже принимают участие в этом празднике, в этом концерте и подготовили свои творческие интересные номера. Во время праздника наградили победителей выставки «65 неизвестных мест Ангарска». Один из дипломов достался Галине Кирдзюк. Вот уже более 50 лет уроженка Томской области живет и трудится в Ангарске. Это прекрасный город, потому что даже нас распределяли на запад, а мы, как истинные сибиряки, только в Ангарск рвались. И, знаете, не жалею. Здесь я получила все. Считаю, что и работа, и любовь, и семья. В ходе большого концерта с юбилеем ангарчан поздравили участники вокальных и танцевальных коллективов города. Все, включая самых маленьких артистов, признались в любви родному Ангарску и его жителям. Наталья Зарубин, Алексей Кусюмов. Местное время. А для жителей юго-западной части города организаторы праздника приготовили весьма необычное представление. Артисты Дворца культуры «Современник» сверкали перед зрителями в ультрамодных нарядах местных дизайнеров. Вот с такой символичной импровизацией на сцене начался показ мод «Ангарский каприз». Моделями выступили артисты ДК «Современник», а дизайнерами – местные предприятия «Индустрии красоты». Отличное настроение. Спасибо большое организаторам. Очень здорово. И так креативно, и так позитивно. Столько талантов у нас. Столько художественных руководителей принимают участие здесь. Открыл показ самый по праву зрелищный номер – танцы в сказочных сценических костюмах. Здесь и подводные миры, стихии огня, восточные мотивы и дворцовые страсти. Жителям города-юбиляра представили новинки школьной моды – платья для выпускного бала, эксклюзивные пальто, а также гельяшированные вечерние платья в цветах. Театрально-то бессказочные костюмы, очень красивые. Очень хорошая музыка. Необычные идеи и смелые дизайнерские решения вкупе с хорошим настроением в день любимого города наверняка надолго вдохновили ангарчан. Поздравляю весь город с праздником, желаю хорошего настроения и счастья. Замечательный город, так расстроился в последнее время. Столько прекрасных зданий, стадионов, ну и вообще все самое наилучшее для нашего города – процветание. Конечно, поздравляем любимый город, мы его очень любим. Мы ливили свой год ангарчан, что у нас все хорошие люди здесь живут. Завершающий аккорд празднования прозвучал на стадионе Ангара. Под ритм зажигательных танцев и звуки музыки Ангарск встретил свое 65-летие. Поздравительные слова прозвучали и от столичных звезд. С десяток коллективов сражаются за звание лучшего. Танцевальная битва проходит уже второй год подряд, определяют победителя. Участники шоу «Танцы на ТНТ» вместо обещанной Алисы Доценко выступила Маиза Клаудия. О своем журналистском прошлом вспомнил зампредседателя местной думы Артем Детышев. Здорово, мы очень рады видеть тебя здесь. Спасибо большое, что ты здесь тоже с нами и празднуешь юбилей нашего любимого города. Спасибо вам. Ангарск – лучший город на земле. Точно. После череды батлов Маиза признала лучшим коллектив «Ую Стар» и праздничный концерт продолжили местные коллективы. Георгий Серышев и группа «Берн» пожелали ангарчанам много светлых и солнечных дней. Игорь Ясный порадовал песнями об Ангарске. Ярко, зажигательно, эмоционально выступила группа эстрада. И в самом завершении настал черед столичных певцов. Дорогой город Ангарск, поздравляем с 65-летием. Вы лучшие. Спасибо вам за это. Всем любви и счастья, радости. Улыбайтесь побольше. С днем рождения. Ура, 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 ура. В кульминации юбилейных торжеств стал весьма продолжительный праздничный салют, который был виден из многих районов города. Вот так дружно, весело и креативно ангарчане отпраздновали юбилей родного города. Специальный выпуск доступен на нашем сайте по адресу actas.tv.ru А я прощаюсь с вами. Будьте в курсе событий. До свидания.